По-настоящему летняя солнечная погода в середине сентября стала прекрасным подарком для участников турнира «Удар в девятку». Настроение праздничное и настрой только на победу. С каждым годом число юных спортсменов, сражающихся за звание лучших в главных футбольных соревнованиях округа, только увеличивается. Уровень вырос уже даже в том году и позапрошлым году. Он постоянно растет, потому что работает из Дюшор Олимп, работает видное развитие. И ребята учатся в таких школах. Мы приветствуем, чтобы люди свою честь в школе отстаивали. Так что здесь и профессиональные футболисты, которые занимаются футболом, и те, кто может быть первый и последний раз в таком соревновании примет участие. Поэтому очень демократично. Ребята с огромным стремлением хотят участвовать в подобных турнирах, потому что это нравится, это делает и закаляет молодых ребят. Причем турнир проходит в различных возрастных категориях и номинациях. В этом году в турнире приняли участие 22 команды из образовательных учреждений муниципалитета. Видим, что интерес к «Ударов в девятку» у всех школ растет. То есть школы заявляют по два, по три, по четыре возраста. Чем больше возрастов мы готовы принять, тем больше у нас появляется участников. Естественно, мы растягиваем теперь этот турнир в несколько дней. Раньше когда-то мы проводили в один, в два дня, а сейчас это уже несколько дней полноценных. Ребята все на стадионе «Металлург», на хорошем газоне. В первый день соревнований на поле стадиона «Металлург» вышли футболисты двух возрастных групп. 2009 и 2010 годов рождения, а также 2011 и 2012. К турниру готовились очень долго, все время треновались на поле. И сейчас делаем результат, три раза выиграли. Первый матч уверенно, второй тоже. И сейчас в полуфинале. Постараемся выиграть, чтобы золото взобрать. Школьники сражались за победу, как настоящие профессионалы, и порадовали болельщиков захватывающими игровыми моментами. Собей, собей, собей! Тимофей Музалевский, учащийся в Видновской гимназии, признается, что его команде не хватило сыгранности, которая была главным преимуществом их соперников из второй школы. Они очень уже давно играют, и в принципе они все фактически представляют одну секцию. Поэтому они нас просто за счет сыгранности и хороших перепасовок обыграли. Ну вот, а второй матч мы вели, 2-1, и на последних минутах нам забили гол. Очень хороший гол дальним ударом в девятку. Многие участники турнира посещают спортивные секции и в будущем хотят стать профессиональными футболистами. А некоторые просто ради интереса, как Кирилл Моисеев, чтобы поддержать своих одноклассников. Наша игра мне понравилась, потому что у нас было два матча. Первый матч нам попалась очень сильная команда, мы проиграли. Второй матч нам попалась команда равная нам, мы с ней сыграли в ничью. По результатам двух матчей мы не вышли из группы, к сожалению. Но чуть не повезло, что жеребьевка нам. В полуфинал вышли команды из второй, седьмой, Молоковской и Развилковской школ. В пятницу будут сыграны матчи младших возрастных групп. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.